Квантовая криптография Квантовая криптография Это вполне логично было с их точки зрения Есть некий поток Этот поток встречает на своем пути объект Объект поглощает этот поток И за ним возникает тень Все вроде логично, все прекрасно Вот мы видим тени, мы видим геометрическую оптику Мы понимаем, что свет это поток частиц И вот надо сказать, что в 11 веке Арабский ученый Ибн Аль-Хайсам Дал удивительное определение Свету, по его мнению Что это поток частиц Лишенных всех заметных качеств Кроме энергии Так вообще не кисло для 11 века Тем более, что это очень похоже на то На современное понимание фотона Ну да бог с ним Еще греки, по-моему, считали, что это поток частиц А потом, в 18 веке Гюйгенс сотоварищи Считали, что Свет это волна При этом были не слабые такие противоборства Гюйгенс считал, что свет волна И целая научная школа Научные направления считали, что свет это волна А Исаак Ньютон Весьма и весьма авторитетный человек Считал, что свет это частицы Поток частиц, там были не слабые противоборства Как я уже сказал А почему свет волна? Потому что он проявляет волновые свойства Которые не так-то легко увидеть Запросто в дикой природе Но которые очень хорошо видны Если знать, чего смотреть Если у нас есть водная поверхность И мы берем, например, какой-нибудь пластиковый шар Есть такое видео на ютюбе Дядечка берет пластиковый шар на ручке Опускает его на водную поверхность Начинает совершать колебательные движения Этим шаром Регулярные И вот от этого шара во всю сторону расходятся волны Волна, вот как мы понимаем еще с детства Интуитивно понимаем, что такое волна Это то, что на воде Это вот такие вот волны водяные Если теперь взять два таких шара И если вы не поленитесь Вы даже можете проделать этот эксперимент самостоятельно На ручках каких-нибудь Опустить на водную поверхность И вот вдвоем их синфазно колебать Составать колебательные движения То от них будут расходиться волны И эти волны будут накладываться друг на друга И они, эти волны, будут образовывать интерференционную картину По некоторым направлениям Вот по... Так, извините, это я ошибся Ну, пускай так будет Вот по этим направлениям У нас получаются такие лучи затишья Хорошо, посылаю лучи затишья Где волны гасят друг друга Это и есть интерференционная картина Волна, если в некоторую точку приходят две волны одинаковых Там как-то, ну, с оговорками одинаковых Они приходят в одну точку Одна приходит на впадине Другая на горбе И они друг друга гасят А если обе пришли волны в некоторую точку на максимуме Они друг друга усиливают У нас получается интерференционный минимум Интерференционный максимум Деструктивная, конструктивная интерференция И это зависит от того, с какой фазой волны пришли в данную точку. Какое расстояние они проделали, какой путь они прошли. Одна прошла такой путь, что сюда она пришла на впадине. Другая прошла такой путь, что сюда она пришла на вгорбе. Оказывается, что по этим направлениям как раз здесь получается все время деструктивная интерференция. В принципе, это школьная программа. В школе это проходит. Интерференцию мы знаем. И в самом начале 19 века Томас Юнг продемонстрировал, что свет проявляет волновые свойства. Он сделал такую камеру обскура, сделал там тонкие щели, вырезал каким-то образом. И в яркий солнечный день на задней стенке этой камеры можно было наблюдать интерференционную картину. Интерференционные максимумы, интерференционные минимумы. Сейчас это наблюдать гораздо проще. При помощи лазера на пути распространения лазерного луча ставится двойная щель. И где-то там за ней на экране мы получаем интерференционную картину. Но так-то вообще в дикой природе нету таких тонких щелей двойных, чтобы запросто можно было ее увидеть. Поэтому люди интуитивно не понимали, что свет это волна. Но Томас Юнг всем показал, Максвелл подоспел со своими уравнениями. Там дальше уже в 19 веке, ближе к концу 19 века ни у кого не было сомнений, что свет это волна. И споры на этой почве утихли по этой теме. Вы, кстати, можете дома проделать опыт Юнга, благо хороший источник когеретного света можно купить в магазине лазерную указку. Вот я это проделал, собственно говоря, испытанную на себе. Покупается лазерная указка, заклеивается ее, выход там, где выходит лазерный луч, скотчем. Ну, не скотчем, а это сантехнический скотч, да, сантехническая изолента. Причем надо так заклеить, чтобы щелочка была совсем тонкой. Я там умудрился сделать порядка полмиллиметра. Это не очень сложно. Дальше в эту щелочку укладывается волос. Волос я зафиксировал вот так, извините, вечно я путаю. Вот этим вот пухленьким тоже скотчем, он зафиксированный. Вот там вот, если вы приглядитесь, не знаю, видно вам или нет, вот там уложен волос. Он там поблескивает слегка. Это получается двойная щель. Нужно, чтобы он был маленький, да, нужно, чтобы это все загораживало лазерный луч. Вот. Таким вот образом мы получаем двойную щель и на стенке, куда это светится, получается интерференционная картина. Чередование максимумов и минимумов. Я померил расстояние между максимумами, померил там геометрические размеры моей щели, микрометр, померил толщину волоса. И получил, что длина волны лазерного источника там порядка 600 нанометров, что очень неплохо совпало с его реальной длиной волны, которую я померил у себя в лаборатории при помощи соответствующего прибора, спектроанализатора. Вот. Сейчас это несложно проверить. Ну и, соответственно, когда знаешь, что смотреть, интерференцию видеть легко. На некоторых занавесках, некоторые занавески, у которых ячейка очень мелкая, если смотреть через них дальние объекты, очень дальние объекты, мы видим дифракцию фраунгофера, и получается некоторая дифракционная картина в виде минимумов и максимумов, такие паттерны красивые. Вот это, на самом деле, увеличенная фотография, да, вот эта машина. Вот это я сделал с кухни, фотографию окон соседнего дома. Вот. Кроме того, обычный CD-диск может выступать как дифракционная решетка. Если на нее светить лазером, то получается по некоторым направлениям распространения лазерного луча реализуется интерференционный максимум. Вот, собственно говоря, это и проделывается. Видите, что там несколько лучиков от него расходятся. Для того, чтобы было видно хорошо и красиво лазерные лучики, можно немножко задымить помещение. В данном случае использовалась дым-машина. Ну и, собственно говоря, окрашивание тонких пленок, в частности, там, разводов бензина на лужах и мыльных пузырей, это все тоже интерференционное явление. Ни у кого нет сомнений, что свет-волна, да. Тем более, в школе это хорошо проходит. Вот, что не очень хорошо проходит в школе, это то, что, ну, точнее, проходит, но не очень понятно, свет это еще, оказывается, и частица. Ну, правда, мы все знаем, что такое корпускулярно-волновой дуализм. А пошло это все с 1905 года, 1905 года, когда Эйнштейн объяснил, что такое фотоэффект. Вот, если светить светом на некоторый электрод, вот на такой электрод, то свет будет из него выбивать электроны. Вот это вот устройство для изучения фотоэффекта, внутри вакуум, здесь некоторое прозрачное окошечко. Вот, мы светим светом, здесь создаем разность потенциала, выбиваем светом электроны, и начинается движение оных от одного электрода к другому. Создается ток, ток можно померить. И если взять и померить вот ток, оказывается, что если свет какой-то не такой, допустим, слишком красный, то никакого тока нету. Даже если мы будем шарашить туда очень красным светом и очень интенсивным от души, тока нету. А вот если мы будем двигаться к более синему спектру, вдруг, начиная с какого-то момента, ток пошел. Вот это никто не мог объяснить, Энштейн сказал, что, а это знаете чего, это оказывается свет, это не просто свет, а оказывается это частицы такие. Слово фотон было введено гораздо позже, в 21-м уже году. Эти частицы обладают определенной энергией. Эта энергия зависит от длины волны. Если энергии не хватает, чтобы выбить электроны из этого электрода, никакого тока нет. У красного света мало энергии. Хоть там много частиц мы будем посылать, но каждая частичка отдельно несет достаточно малой энергии. Если мы будем смещаться к более синему спектру, достаточно уже энергии у наших частичек, которые потом стали называться фотонами, что этой энергии хватает для того, чтобы вышибать электроны из электрода, и создается ток. Интересно, что вот он это придумал, да, потом поддерживал идею, все на него обиделись так, если по-детски говорить. Потому что, ну, вроде бы успокоились, перевели дыхание, что нету больше споров, что же такое свет, волна или частица. Тут бах, вот на тебе, частица. Ну, в общем-то, ему особенно никто не поверил. Вот я тут некую цитату выписал, которая мне очень нравится. Цитату из письма, которые писали Планк, Вербург, Нернст и Рубенс, прусское министерство образования, просвещения, прошу прощения, в 1913 году. Они писали, среди прочего, вон и министерство просвещения, они рекомендовали Эйнштейна на какую-то там позицию. А, то, что он, Эйнштейн, в своих умозрительных построениях иногда, возможно, заходит слишком далеко, как, например, в своей гипотезе световых квантов, это 1913 год, вряд ли заслуживает серьезного упрека. Не отваживаясь когда-то на Рикс, даже в самых точных науках о природе невозможно добиться ничего подлинно нового. То есть, вот эти вот столпы, эти вот основатели квантовой физики, на секундочку, Планк, прежде всего, да, даже они не верили Эйнштейну с его квантами, с его фотонами. Еще забавно в том, что на самом деле это ничего не доказывает. Это доказывает, что энергия поглощается веществом квантовым, но это вовсе не доказывает о том, что свет квантуется, что электромагнитное излучение квантуется. Есть непосредственные доказательства квантования электромагнитного излучения, например, Лэмбовский сдвиг, но до Лэмбовского сдвига еще полвека. Но Эйнштейн вот счел, что этого уже достаточно, ну да, он был, как оказывается, прав. Как же получается, что свет и волна, и частицы проявляет, как вот свет частицы проявляет волновые свойства? Вот здесь вот эксперимент одного известного, вот я, правда, не знаю, как при отсутствии мышки запустить видео. Вы могли бы запустить? Нет, нет, надо на предыдущий слайд вернуться. Теперь, да, вот нажать на play. Вот есть такой японский ученый, проверятель всяких основополагающих теорий, который провел этот эксперимент давно. Ну, кстати, до него еще проводили что-то подобное, но у него это получилось на редкость убедительно. Это дифракция на двух щелях потока частиц, в данном случае электронов. Вот они себе падают на экран, случайным образом возникают некоторые точки, образующие какое-то странное хаотичное созвездие. Вот, на самом деле, эксперимент достаточно длительный. Это в ускоренном процессе съемка, ускоренность проигрывания того процесса. И не больше одного электрона наверняка было вот в каждый момент времени, попадало на этот экран. Так что это дифракция одиночных электронов, которые точно не взаимодействуют между собой, потому что он один. Вот. Когда идет время, накапливается статистика, и мало-помалу вот эта вот картина сначала хаотическая вдруг начинает складываться в интерференционную картину. Минимумов и максимумов. Мы видим вот тут интерференционные вот эти паттерны, которые так характерны для волн. Поэтому одиночные частицы, интерферируя на двойных щелях, вдруг показывают, что они ведут себя как волна. Вот этот вот знаменитый корпускулярно-волновой дуализм. Рассвет – это волна. Я почему все это рассказываю? Потому что мне квантовую криптографию нужно рассказать на примере поляризации света. Это очень удобно. Не обязательно поляризация, просто, используя поляризацию, можно махать руками в воздухе. Потому что поляризация имеет направление. А для этого нужно напомнить, что такое поляризация света. Хотя это тоже, в общем-то, формально входит в школьную программу. Но мало какой школьник знает, что такое поляризация. Свет – это волна, и волна поперечная. То есть точно такая волна, которую мы привыкли наблюдать на поверхности воды. Она куда-то течет и колеблется поперек своему направлению распространения. Для примера есть продольные волны. Это, например, звук. Там колеблется плотность переносчика этого звука. Но в воздухе – это молекулы воздуха. Они колеблются вдоль направления распространения. Продольные волны. Не как продольная волна, свет – поперечная волна. Вот там чего-то куда-то стремится и колеблется. Это чего-то? Это электромагнитное поле. У нее есть электрическая составляющая, магнитная составляющая. Изменяющаяся по времени электрическая составляющая создает магнитную составляющую. Наоборот, изменяющаяся по времени магнитная создает электрическую. то они таким образом поддерживают друг друга и могут существовать, отрываясь от источника и улетая на бесконечность. Такое вот само по себе явление, такое свойство, такая материя. Раз там что-то колеблется, то у него есть еще отдельная вещь, которая называется поляризация, а именно направление колебаний. Вот вы видите, здесь электрическая составляющая колеблется вверх-вниз. Мы можем крутить эту электрическую составляющую произвольно на 360 градусов, при этом направление распространения меняться не будет. А что будет меняться? Будет меняться поляризация. Вот тут для примера показано вертикально поляризованный свет, вот он вертикально поляризованный. Есть горизонтально поляризованный свет. То есть, чтобы задать однозначно какую-нибудь плоскую электромагнитную волну, нужно задать порядка шести параметров. Кроме там фазы, амплитуды и так далее, нужно еще задать поляризацию ее. Вот. Поляризация вроде бы штука такая исключительно волновая. Но даже у одиночного фотона есть поляризация. И тогда говорят, что это квантовое состояние поляризации. Состояние поляризации одиночного фотона, оно может быть вертикальное, допустим, горизонтальное. И еще какое угодно. Но оно двумерное, вообще говоря. Сейчас я об этом расскажу. Почему так? Не знаю, насколько убедительно. А вот, допустим, у нас мы можем взять одиночный фотон и рассмотреть четыре состояния поляризации. Вертикальное и горизонтальное, диагональное и антидиагональное. Это нам удобно, это нам понадобится в будущем. Обычно это рисуется вот в таких вот угловых скобочках, так называемых скобках Дирека. Эти скобки обозначают квантовое состояние какого-то объекта. Квантовое состояние – это что-то такое, что на самом деле не очень легко объяснить словами. Но для чего разработан, хорошо разработан целый математический аппарат, начинающийся с линейной алгебры и уходящий там дальше в сторону более сложных теорий. Но как бы то ни было, мы поняли, что такое поляризация. Мы будем рассмотреть четыре вида поляризации. Вертикально-горизонтально, диагонально, антидиагонально, туда-сюда. А вот если у нас одиночный фотон падает на полупрозрачное зеркало. Если какая-то волна падает на полупрозрачное зеркало, тут никаких вопросов по идее не должно возникать, я имею в виду световая волна. Она будет делиться. Часть волны пройдет, часть отразится, да? А вот одиночный фотон разделиться не может, потому что пол фотона не бывает. Что будет с фотоном? Он пройдет или он отразится? Если мы поставим детекторы одиночных фотонов за зеркалом, один для прохождения, один на отражение, такие детекторы существуют уже давно, и в частности, в нашей группе мы разработали там детектор, электронику, по крайней мере. Вот пройдет фотон прямо или отразится, это истинно случайный процесс. Можно на этом сделать генератор случайных чисел. Не очень удобный, правда, но тем не менее можно. Вот как он захочет, как фишка ляжет, 50 на 50, если абсолютно одинаковые условия ему создать, то он либо пройдет, либо отразится. Пол фотона не будет. И то, что ни разу не сработают два детектора сразу, если мы создадим условия спускания одиночных фотонов, это лишнее доказательство того, что фотон – это квант света, что свет – это квантуется, да? Что не бывает пол фотона или еще что-то. Отлично. А что у нас с поляризацией происходит? Вот, допустим, есть некоторая штука, которая называется поляризационный светоделитель. Эта штука пропускает горизонтальную поляризацию и отражает вертикальную поляризацию. В оптике ее так на жаргоне называют кубиком. И мы можем поставить два детектора за этим кубиком и смотреть, и убедиться, что горизонтальная поляризация всегда пройдет прямо, вертикальная поляризация всегда отразится у одиночных фотонов. А что будет, если впустить сюда фотон с диагональной поляризацией? Вот тут опять вступает случайность, потому что вообще квантовая физика – это… она описывается на вещах, которые происходят случайно, вероятностные характеристики у всех явлений в квантовой физике, и вообще, как оказывается в нашем мире. То есть, в основе нашего мира лишь и случайность. Если сюда опустить диагональный фотон, то он 50 на 50 либо пройдет, либо отразится. Но зато, если он пройдет, он уже станет горизонтальным в этом случае и вертикальным в этом случае. Если поставить для прохождения еще кучу кубиков, мы обнаружим с детекторами, мы обнаружим, что если он прошел, то он уже дальше пройдет по направлению для горизонтальной поляризации. Он стал горизонтальным. Если сюда поставить, соответственно, кучу кубиков, мы обнаружим, что он прошел и стал вертикальным. Что же произошло? У нас кубик повернул поляризацию случайным образом? Не совсем так. Оказывается, для этого кубика, для этого прибора, вот этот фотон диагонально поляризованный, находился в состоянии суперпозиции двух поляризаций. Сейчас я объясню, что это такое. Вот у нас, допустим, есть такой прибор, который очень смахивает на интерферометр Маха Цандера. Собственно говоря, эту природу он имеет. Но бог бы с ним. Это два кубика, которые сначала разводят по двум плечам, интерферометрическим плечам свет, потом сводят его обратно. Другой точно такой же кубик. И вот, допустим, мы сюда пускаем горизонтально поляризованный, он прошел по этому пути. Вертикально поляризованный, он отразился по этому пути. И теперь сошелся вместе. Пускаем сюда диагонально поляризованный. Он должен пройти по какому-то пути, 50 на 50. Вот это как мы могли бы рассуждать? Наша обычная логика. С 50% он пройдет по этому пути, 50% пройдет на этом пути. Правильная ли эта логика? Мы можем это легко проверить. Вот сюда мы ставим еще один прибор и меряем его поляризацию. То есть поляризацию вот этого фотона, который сюда зашел и прошел. Если наша логика верна, то вот эта поляризация теперь будет всегда либо вертикальная, либо горизонтальная. Правильно? У нас тут два пути. Один для вертикального, другой для горизонтального фотона. А кубик, если он отразил или пропустил, он поменял поляризацию фотона. Так вот это не так. Пока мы не знаем, по какому пути прошел фотон, его поляризация не поменялась. Пока мы не провели над ним измерение, и нет никаким образом возможности выяснить, как он прошел, у нас нет никакого прибора. И вот эти два кубика прибором не являются, потому что они создают такие условия, что эти пути абсолютно равнозначны. То есть, если мы сюда будем пускать диагонально поляризованный фотон, то мы будем получать на выходе диагонально поляризованный фотон. И вот это на самом деле нетривиально. И это легко убедиться в этой нетривиальности, тоже достаточно просто. Вот если взять и задвинуть сюда некоторую, что там, в задвижечку, извините за тавтологию, чем-то перегородить один из путей, то окажется, что после этого здесь наш этот самый фотон стал всегда вертикально поляризованный. Мы перегородили один из путей, мы теперь твердо знаем, как прошел фотон. И мы разрушили эту систему. Теперь он стал, выходя, всегда превратился в вертикально поляризованный. Иными словами, оказывается, что наш фотон для прибора, который меряет диагональную поляризацию, находится в состоянии двух возможных, в состоянии суперпозиции двух возможных состояний, вертикально и горизонтально. Это, кстати, можно прямо вот показать сейчас на пальцах, используя ноутбук и два поляризатора. И я сейчас это сделаю. Вот это ноутбук, который испускает поляризованный свет. Это источник поляризованного света. Вот это поляризатор. Большой такой поляризатор. Если покрутить этот поляризатор, то мы можем найти угол, когда затемняется и когда осветляется. Видно чего-нибудь вам? Вот это затемнено или осветлено? Это затемнено. Наоборот, он просветленный. Правильно? Мы поляризатором, полярифильтром, который пропускает только одно направление поляризации, взяли и закрыли наш свет. Прекрасно, да? Полярифильтр. Что он умеет делать? Он умеет только закрывать. Это я что, это пропускаю? Он фильтр. Он не привносит ничего. Он чего-то отрезает, да? Теперь еще один фильтр. Еще один фильтр. Точно такой же полярифильтр. Я его вытащил из экрана мобильного телефона. Если вы захотите, вы можете получить, так сказать, источник неограниченного количества полярифильтров, используя экраны старых мобильных телефонов. Это достаточно просто. Если у вас вдруг нету стреснувшего мобильного телефона, вы можете подойти в ближайшую мастерскую, и вам либо условно бесплатно, либо рублей за 50 отдадут какой-нибудь экран, а может быть даже и целый килограмм. Вот. И это не нужно, да? Ну, из этого экрана можно извлечь. Это не так просто. Оно там приклеено, но если достаточно быть настойчивым, то это получится. Во всяком случае, в интернете есть видео, как это извлекать. Даже для экранов каких-нибудь ЖК-мониторов. Берем фильтр. Еще один фильтр. Чего могут сделать два фильтра? Два фильтра могут, но только еще уменьшить поток света. Они не могут его увеличить. И вот этот фильтр я помещаю между внешним и внутренним. Вы видите? Он просветляет систему. Два фильтра взяли и сделали систему более просветленной. Как же так? С точки зрения суперпозиции, это как раз очень все хорошо объясняется. Вот у меня ноутбук испускает горизонтально поляризованный свет. Для вот этого прибора, это прибор, я меряю им поляризацию света. Если фотон поляризован, допустим, вертикально, он проходит. Поляризован горизонтально, он останавливается. Для этого прибора горизонтально поляризованный свет, это суперпозиция двух состояний. Диагонально поляризованный свет. Соответственно, двух состояний. Горизонтального и вертикального. Понимаете, да? Я теперь ставлю этот прибор на пути диагонального поляризованного света, и это состояние суперпозиции коллапсирует до одного. Либо вертикального, либо горизонтального. Случайным образом коллапсирует. Истинно случайно. Если вертикально, это проходит дальше, если горизонтально, то задерживается. Теперь у нас после этого светофильтра получился коллапс состояния, у нас пошел в вертикально поляризованный свет, допустим. Для вот этого прибора вертикально поляризованный свет, для так повернутого полярефильтра, это суперпозиция двух состояний, диагонального и антидиагонального. И получается, что вот эти два состояния суперпозиции, подходя к этому прибору, коллапсирует до одного, какого-то, случайно, диагонального и антидиагонального, и проходит дальше. И таким образом я постарался, как мог, объяснить вам, что такое состояние суперпозиции. Во-первых, для поляризации света, поляризация света это двумерное состояние. Это состояние в двумерном Гильбертовом пространстве. Оно может быть диагональное, вертикальное и горизонтальное, но только два. Для данного прибора, для данной выделенной оси, как говорят, это может быть только два состояния. Во-вторых, суперпозиция это не значит, что фотон находился одновременно в двух состояниях. Это неправильно. Дело в том, что если, вот смотрите, вот исходя из этой картинки, исходя из этой логики, как прошел фотон, он одновременно прошел по этому и по этому пути? Нет. Потому что никто не видел, как фотон делится пополам и проходит по двум путям. Он не мог одновременно пройти фотон один. Он прошел по этому пути? Нет. Если бы он прошел по этому пути, он бы отсюда вышел горизонтально. Он прошел по этому пути? Нет. Он бы тогда отсюда вышел вертикально. Он вообще не прошел? Ну нет же, ну вот он вышел же. Вот, пожалуйста, берем детектор, мерим, фотон есть. Чего такое-то? Вот квантовая суперпозиция, то, чего нельзя объяснить обыденным человеческим языком, то, что существует в реальности, то, для чего разработан великолепный математический аппарат, и то, что, по мнению многих методолов физики, является основополагающей ключевой вещью в квантовой физике. Ну вот, теперь вы это знаете, и можно уже быстренько... А, ну, во-первых, вы теперь гораздо лучше понимаете сущность кота Шрёдингера, знаменитый Геданкин эксперимент. Некая система двухуровневая, которая может находиться в суперпозиции двух состояний, помещена в ящик, хорошо изолированный от всей Вселенной. В этом ящике никто не знает, в каком состоянии она находится. Раз так, значит, оно находится в суперпозиции двух состояний. Нет прибора, который можно было бы померить. Точнее, он есть, но он вне ящика. От ящики, что там происходит, мы не знаем. У нас есть что-то, что находится в состоянии суперпозиции. Допустим, одно из этих состояний разбивает ампулу с ядом, а туда еще кота поместили. И вот получается, что кот, будучи включенный в квантовую двухуровневую систему, переходит в состояние суперпозиции жив и мертв. Как же так, сказал Эрвин Шрёдингер. Такого не бывает. Ну, действительно, такого не бывает, потому что квантовая механика, она для микроскопического уровня. Она для микромира. В нашем мире она не работает. Точнее, с увеличением системы, квантовой системы, состояние суперпозиции очень быстренько разрушается. Там есть такая вещь, как дековеренция, но это дело десятое. Вот этот код, будучи макроскопической системой, он и есть тот прибор, который мгновенно приводит к коллапсу суперпозиции вот этой нашей системы. Поэтому он, ну да, либо жив, либо мертв. Не одновременно и не в состоянии суперпозиции. Вот. Получается, что мы, используя фотоны с определенной поляризацией, можем кодировать информацию. Допустим, мы будем делать так, чтобы фотон с такой поляризацией нес ноль, а фотон с такой поляризацией нес единицу. И некто готовит фотоны с определенной поляризацией. Этот некто традиционно в криптографии называется Алиса. И передает эти... Это уже никому не смешно. Это с 70-х годов прочно вошло в физику, в теоретическую, в частности. И там вот эти два персонажа, то тот персонаж, которому Алиса передает фотоны, называется Боб. И вот это Алиса и Боб, они уже плотные такие, как сказать, жители всяких научных статей. Их запускают в черные дыры, их там над ними делают всякие эксперименты. Есть еще персонаж Ева, который пытается перехватить и подслушать, что происходит. Есть еще там Чарли, Рон и так далее. В общем-то, много в итоге стало персонажей, но не об этом речь. Мы можем передавать информацию, кодируя ее в поляризации. Алиса готовит, Боб измеряет. Алиса приготовила ноль или единицу, Боб померил, записал себе ноль или единицу. Теперь мы можем выбрать два базиса приготовления и измерения. Например, прямой базис и наклонный базис. Если Боб меряет в том же базисе, в котором фотон приготовила Алиса, то он получает что-то реальное, что-то релевантное. То есть, допустим, Алиса приготовила вертикальный или горизонтальный фотон, Боб померил его, используя как будто фильтр, Боб померил его в этом базисе. И получил либо горизонтальный, либо вертикальный фотон и записал его себе. Соответственно, если Алиса приготовила в наклонном базисе, и Боб померил в наклонном базисе, то же все хорошо. Что приготовили, то и получили, то и померили. Но если Алиса, например, приготовила наклонный базис, а Боб для измерения использовал прямой базис, то у него получится какая-то ерунда. Либо ноль единицы, и это не будет соответствовать действительности. Ну, в том плане, что и только 50 на 50. Угадает, не угадает. Что-то нерелевантное. Вот на этой идее и основана вся квантовая криптография, которую придумал Стефан Визнер в 70-х годах, в 74-м, кажется. Послал, он, правда, не называл это криптографией, он там более абстрактную идею выдвинул насчет квантовых денег. Послал это в журнал, его не опубликовали, никто ничего не понял. Потом Беннет и Брассер в 84-м году это уже воплотили в реальном, так сказать, механизме распределения квантового ключа. И вот теперь вот этот протокол Беннета и Брассер до 84-го года я вам сейчас изложу. Это, собственно говоря, практически кульминация сегодняшней лекции. Пожалуй, что на этом слайде придется сосредоточиться сильнее всего. Тут не очень сложные логические построения, но, как показывает моя практика, почему-то нужно повторить несколько раз, а сегодня несколько раз не получится. Алиса готовит некоторый набор фотонов, последовательность, битовую последовательность. Каждый бит она кодирует в поляризации, допустим. Вертикальный, горизонтальный или наклонный. Для каждого бита она случайным образом выбирает базис, в котором она будет это дело кодировать. Собственно говоря, битовую последовательность она тоже создает случайным образом. Потому что она на самом деле не собирается передавать информацию, на самом деле она хочет сгенерировать ключ. Ключ, который будет одинаковый и у Алисы, и у Боба. Квантовая криптография – это не способ передачи информации, это способ генерации ключа, шифрования. Можно сказать, что квантовая криптография – это такой распределенный генератор случайных чисел. Это случайные числа, которые получаются одинаковые на двух концах сразу. Ну так, чтобы имели представление, о чем речь. А зачем этот ключ? Для того, чтобы потом с помощью него что-нибудь зашифровать. Это я еще скажу, если будет время. Значит, вот Алиса случайным образом выбрала базис, случайным образом выбрала бит. И передала его Бобу. Боб при измерении случайным образом выбирает базис – прямой или наклонный. Если он выбирает базис и проводит измерение, у него получается какая-то битовая последовательность, которую он себе записывает. Если базис приготовления и измерения совпал случайным образом, то Боб запишет что-то, что имеет отношение к действительности. Единичку запишет. Если не совпал, как в данном случае, базис наклонный, базис приготовления наклонный, базис измерения прямой, то он запишет какое-то случайное число, которое в действительности отношения не имеет. Таким образом, у Алисы и у Боба получатся битовые последовательности на 50% неправильные. Это так называемый сырой ключ. 50% Боб угадал Алисин базис, 50% Боб Алисин базис не угадал. Теперь Алиса и Боб по открытому каналу, по интернету, почему используя мегафон, ни от кого не таясь, рассказывают друг другу, какие базисы приготовления и измерения они использовали. Базисы. Они не рассказывают, какие там они биты измеряли или приготовили. Они рассказывают только прямой или наклонный. И в те случаи, когда Боб измерил чего-то неверное, точнее, когда у них базисы не совпали, они выбрасывают оба. И Алиса выбрасывает все эти биты, и Боб выбрасывает все эти биты, когда у них не совпали базисы. В итоге, то, что у них получается, это одинаковый ключ и у Алисы и Боба, который сам по себе имеет большую ценность. Потому что он случайный, он расснесенный далеко друг от друга, и его невозможно подслушать, перехватить. Если Ева хочет вмешаться вот в этот процесс, она наверняка хочет вмешаться, она на той Ева, ей придется включаться во всю вот эту игру. То есть выбор базиса измерения, проведение измерения, потом приготовление такого же фотона, отсыл этого фотона Бобу. И за счет того, что она вмешивается в квантовый процесс, деликатный по своей природе квантовый процесс, она будет вносить ошибки. Потому что Ева, разумеется, тоже не будет угадывать всегда, какие там базисы выбрала Алиса. И то, что она не будет, как она это не будет угадывать, будет не совпадать, как не будет угадывать Боб, понимаете ли вы меня, что я имею в виду. В общем, короче, Ева не может выбрать все те же базисы, что и у Боба, и она неизбежно принесет ошибки в совместные ключи. А потом происходит процедура усиления секретности, исправления ошибок, и вот во время этой процедуры, во время этих целых комплексов процедур, Ева вычисляется на раз и два. Квантовая криптография – это способ распределения ключа, шифрования, при помощи которого потом можно что-нибудь зашифровать, при помощи этого ключа. Она не позволяет со стопроцентной надежностью передать ключ из пункта А в пункт Б, но она позволяет быть абсолютно уверенным, что по пути этот ключ никто не подсмотрел. Если мы его подсмотрели, значит он скомпрометирован, мы его выбрасываем и не используем для шифрования. И таким образом, если мы уже сгенерировали ключ и видим, что он не скомпрометирован, что он секретный, мы можем быть абсолютно уверены, что зашифрованная при помощи этого ключа информация останется секретной. Вот. Ну и, собственно говоря, как резюме, эта штука – квантовая криптография, которая основана на законах физики, на законах квантовой механики, а эти законы пока что еще ни разу не заставили в себе усомниться. Мы живем в квантовой парадигме. Сколько бы идиотских, с первого взгляда, предсказаний квантовая физика не делала, они почти все сбываются, если их возможно реализовать. Это лазеры, это всякие там полупроводники, это криптография квантовая, это квантовая телепортация, квантовая запутность. Эти эксперименты все уже проведены, оно работает. И есть такая штука, к чему мы все идем сейчас, весь мир на перегонки пытается создать квантовый компьютер. Квантовая криптография, квантовый компьютер – это разные вещи, они не имеют отношения друг к другу. Квантовый компьютер – это та штука, которая несет потенциальную угрозу современной системе шифрования. Вся современная система шифрования, а у нас шифруется фактически все, банковские транзакции, пиль-коды ваших карточек, передачи сообщений в Телеграме и так далее. Они шифруются при помощи открытого ключа, при помощи хэш-функций, при помощи односторонних математических функций, когда, зная х, легко найти у, но зная у, нельзя найти х. Точнее, можно, но только очень сложно. Например, методом перебора. Например, факторизация большого числа, нахождение его множителей простых – это очень сложно. Нет эффективного алгоритма, который бы это делал. Нужно просто перебрать все множители, а это очень долго. Время по перебору всех множителей возрастает экспоненциально. Если мы выберем достаточно большое число, то время для его факторизации будет сравнимо с чем угодно. И, допустим, трехсотзначное число какой-нибудь обычный компьютер будет раскладывать за время, сравнимо с временем жизни Вселенной. Вот на этом сейчас основана обычная криптография с открытым ключом, использующая асимметричное шифрование. А вот квантовый компьютер несет угрозу этому шифрованию, потому что уже есть целый алгоритм, уже есть целая лаборатория, которая пишет программу для квантового компьютера. Потому что он сможет легко решать вот эти вот задачи по факторизации больших чисел, по дистретному логарифмированию и так далее. Поэтому система, современная система криптографии, передача зашифрованных сообщений, она находится под ударом с созданием квантового компьютера. А квантовая криптография – это такой элегантный способ вывести систему из-под удара, если заранее перейти на систему шифрования при помощи квантовой криптографии. Собственно говоря, это уже далеко никакая не фантастика, это давно вышло за пределы лаборатории, существуют уже целые системы, целые линии квантовой связи. Вот, недавно спутник МОДЗИ провел зашифрованное сообщение между Австрией и Китаем, так на секундочку. Ну, собственно говоря, вот это максимальная передача шифрованных сообщений, используя квантовую криптографию, на расстояние 7600 километров. Это впечатляет. Ну и, собственно говоря, мы тоже включились в создание некоторой инфраструктуры, на основе квантовой криптографии тоже разработали вот такой прибор, в этом году как раз закончился проект. Ну, собственно говоря, наверное, все, хотя рассказать еще много чего, но время, кажется, уже вышло. Не так ли? Аплодисменты.